сегодня попробовал полуавтомат у меня два месяца лежал заодно обзорчик снял сушите вообще небо и земля в сравнении с электродами да я первый раз это делаю в жизни полуавтоматом вообще я не сварочник меня к сожалению в пт у не взяли по сварке зато на токарь взяли на второй курс но суть не в этом было дело была практика когда переезжал так ступеньки я выровнял заварил я потом ролик сниму а эту часть я вставлю непосредственно в концовку того ролика так вот ступенька на буханку и вот здесь вот под фаркоп было выдрано куча трещин было это к сожалению я не снял перед тем как сделал здесь было вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот я уже зачистил сверху еще до конца не зачистил вот шов я здесь наверное оставлю там вот осталось вот этот я пока слепо шары и туда не вижу здесь вот она трещинка идет плохо видно здесь прям огромное были тут получать сюда удар вот тут скрыл ржа вот это вот все надо будет зачистить суть не в этом суть именно в сварке классная вещь с двух сторон заварился заварился вот здесь попробовать посмотрел вообще отлично просто что-то у меня вот лепестковый эти ушатал уже хана ему но это вот вихрь 125 125 тоже обзоры его не делал классная вещь 600 и немножко подпалил на 115 у них много а этот еще новый вполне себе ничего короче выпрямил вот эту часть вытянул выпрямил вот такую часть бампера вот это вот болгаркой срезал все части выпрямил она была вот так короче буквой о все выровнял заварил фаркоп немножко подколотил до этого родственник бил выравнивал я подровнял и заварил щели по идее надо еще с той стороны изнутри а нет здесь целая здесь никак вот видно что вот видите внутренняя часть она вот туда аж ушла не вообще не хочу я это с той стороны надо калашматить снимать колесо потом я не даже не знаю каким чудесным образом оттуда вот сюда бить короче так останется фаркоп прикрутить на ровное место представьте какой удар был что фаркоп он погнут и видно прям вообще буквой зю можно конечно под него площадку наварить ну речь не об этом сварочник вообще огонь и вот что я говорил вот смотрите вот видите вода стоит ты промыл двери вот она вода стоит плюх плюх то есть надо будет сверлить отверстия и соответственно вот эти вот части не знаю если я вскрою это блин пойдет пойдет наверно компрессором продую мовелем зальем с преобразователем есть такой мовель уже закупили резинки эти идут тоже переклеим потом это все зачищу сейчас вот думаю насчет вот этого металла и крыла раз такой классный полуавтомат и в принципе у него ток есть 20 ампер вот думаю вот из этой жестянки нержавейки выпилить вот сюда придатку и вот на придатку короче попробовать точками подварить и потом просто шпаклевать как-то думаю вот это вот вещи это я уже зачистил уже промыл ветер же пошла а вот когда был антикор она так и блестела то есть можно оставлять преобразователь тот который использовал красный непосредственно просто нанесенные и ничего не ржавеет а вот с водой видите вот сразу пошло то есть дождичек и хана так в общем как-то так вот эту дырку я не знаю может быть тоже заплатку сделаю я туда так посмотрел главное сильно не распыляться не разгоняться по поводу сварки а то так глядишь и понравится я вообще-то электронщик в общем как то так по маленьку по чуть-чуть буду тренироваться здесь сварным мастерством овладевать так скажем но я знаю просто по себе если я постоянно навыки не поддерживаю они уходят на задний план то есть плохо а потом очень долго нужно раскачиваться поэтому вот альтернативу я стараюсь постоянно поддерживать себя в тонусе и в знании и собираю а вот эти вот покраска там грунтовка где эпоксидку где не эпоксидку вот эти вещи так как один раз сделал нормально руку набил а потом у тебя вообще с этим лет десять-двадцать не сталкиваешься а потом опять начинается и поэтому вот так вот сложно короче поддерживать навыки то что это все для себя делается они как бы зарабатывать что на этом бабло просто умственный труд и творческий труд он всегда как бы мне больше по душе чем просто рассказывать что-то я из меня раскачек то плохой я поэтому и не люблю на камеру снимать то что я делаю я проще сделал и потом результат показал и рассказал попытался как я могу это рассказать да на камеру что я сделал а по идее я могу камеру поставить и сбоку снимать это все это нудно это вот вам не передать просто то что я в голове сколько вариантов перекручиваю до чтобы например дойти и понять вот влияет ли вот это вот ржавчина на кузов или не влияет или чем это чревато вот эти вот вещи я же не могу вам озвучить из мысли если я буду постоянно говорить и отвлекаться буду поэтому будет некачественно вот таким чудесным образом вот я поэтому и спрашивал показывать это не показывать в общем как то так ну полуавтомат это классная конечно игрушка кстати проволока здесь идет тоже самое дешманская причем на распродаже плохо видно не горячая уже остыла вот так примерно накидала примерно метра за три проволоки а вот метров за 5 или 10 там за 10 до я же это ступеньку варил там прям хорошо накидала внутрь но она счищается просто постучал она хопа осыпалась просто же снимается так вот вроде бы все блестяще еще то есть это надолго принципе хватит ну и про расход проволоки я так посмотрел я тут вообще разницы не увидел чтоб чё-то прям катастрофически уменьшилась пока что меня все полностью устраивает просто люди не знают какие металла я варил и сколько у меня электродов уходило это да и то что у меня там не провары из-за этого шлака были еще электроды фиг подберешь поэтому я ходил покупал по 250 по пол килограмма хороших это да я про это не рассказывая про это не снимаю из меня вот по сварке раскачек очень плохой но у меня учителя есть я за ними смотрел свое время но это было давно ну и плюс материалов сток и периодически у них консультируюсь мне подсказывают я исходя из их опыта набиваю руку скажем материалами которые сейчас есть им что-то рассказываю то есть вот так вот опытом мы и делимся в принципе я смотрю что вот такие вот раковины да это не просто раковина это здесь вмятина была можно даже зачищаешь и накидал сверху металла и потом зачищаешь и вровень можно сделать потому что здесь было больше это я уже накидал здесь вот по этой части здесь вмятина была вот такая а теперь только сверху осталось я посмотрел это очень классно ну и плюс индусов посмотрел да короче слушайте благо хорошо что люди снимают рассказывают показывают минуты и сам учишься и людям разжеваешь тоже информацию даешь таким способом мы все учимся как лучше поступить в тех или иных местах вот здесь я накидал вот такой получается кусман и вот я его зачистил тут видно да что вот так вот идет то есть я и вглубь и сверху выровнял площадочку вот этот вообще мне понравилось просто так в индии делают я даже и вот реально если бы я не увидел сам я бы даже не подумал что так можно накидывать усиливать исправлять как берешь кувалдочку вбиваешь плотность повышаешь материал короче это классно ну да но это не мое вот как то так